Деньги за пациентом и свой врач с апреля. В Украине вступила в силу медреформа. Она должна изменить систему финансирования медуслуг. Изменения поэтапные. Государство будет платить больницам и врачам за конкретные услуги, а не за содержание коек. Создадут национальную службу здоровья. Именно она будет заключать договоры с больницами и выделять им деньги. Самим пациентам в этом году нужно выбрать семейного врача. Закон делит медуслуги на три вида. Бесплатные, частично оплачиваемые государством и платные. Тарифы пока обсуждают. В парламентском большинстве считают, что нововведения упростят людям доступ к медицине. А вот оппозиция критикует реформу, поскольку, по их мнению, она фактически узахонит платную медицину и укрепит коррупцию в этой сфере. После того, как эта власть проиграет выборы, мы отменим опасный эксперимент над людьми, который... Власть почему-то называется медицинской реформой. И те, кто ответственен за эпидемии, за развал здравоохранения, за смерть людей, понесут ответственность. Причина заболевания кори, как и других эпидемий, в том, что нет элементарных вакцин. То, что пять лет назад было в любой поликлинике, и кто хотел, тот делал прививки. Необходимо внедрить страховую медицину для того, чтобы государство заплатило страховку за бюджетников, за пенсионеров, за детей, а работодатели заплатили за своих работников. И тогда деньги придут в медицину. Если иметь политическую волю, это можно сделать очень быстро.